Астана остается в тройке лидеров по росту цен. По словам министра торговли Жумангарина, работа по выявлению и устранению непродуктивных посредников ведется слабо. С начала года нет фактов выявления нарушения законодательства в сфере торговой деятельности. В том числе не выявлено ни одного непродуктивного посредника. Новому руководству города необходимо перестроить работу СПК и региональной комиссии. В регионах работа по стабилизации цены и реализации инструментов стабилизации цен проводится на недостаточном уровне, добавил министр. В первые дни 2023 года Бюро национальной статистики сообщило, что годовая инфляция в Казахстане составила более 20%. Выше всех взлетели цены на продовольственные товары 25%. Некоторые товары подорожали на 80%. В чем же причина? Для производства сахара Казахстан практически не выращивал собственное сырье. Последние годы его было выгоднее покупать у России. По наличию мяса птицы у республики другие проблемы. Как у участников ВТО, у страны есть обязательства по квоте. То есть определенное количество импорта Казахстан обязан впускать на свой рынок. В 2021 году в рамках обязательств было импортировано в республику почти 170 тысяч тонн ножек Буша. А это 39% от внутреннего потребления по всему Казахстану. Чиновники же полагают, что в инфляции виноваты посредники и нехватка складов для хранения. Сегодня тоже была критика, что пока не все местные исполнительные органы до конца понимают смысл этой работы. Необходимо непродуктивных посредников просто убрать. Вот Ербов Шахпаевич сказал, еды в стране хватает, плодовочной продукции хватает. У нас в каждом направлении есть проблемы небольшие. Но поскольку плодовочной продукции очень много, но пока не можем ее все сохранить. Нам нужны овощехранилища. Но если овощей так много, почему лук продают по 400 тенге, спросили журналисты у министра сельского хозяйства. Но из-за того, что у наших соседей были неблагоприятные ситуации в Пакистане, которую больше экспортировал лук, у них там потопы были. Сильные заморозки были в южных регионах наших соседей в Узбекистане. Резкий спрос увеличился на лук, и лук начали вывозить. Цены можно регулировать и рыночным путем, уверены эксперты. Например, создавать для аграрьев привлекательные условия, чтобы они больше выращивали, выпускать больше продукции, предлагать меры господдержки. Как сообщил Харашукеев, более 13 миллиардов тенге планируется направить для стабилизации цен на социальный хлеб, а потребность в картофеле с мая планируется обеспечить за счет поставок из южных стран. Но премьер Смаилов раскритиковал работу Акиматов по стабилизации цен на продукты. Регионам дана возможность формировать запасы в стаб-фондах по выгодным ценам, но работа не проводится, заключил премьер. Боржан Шехмед Ахмедярь Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.